В эфире новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В канун Дня строителя представители этой отрасли, работающие на территории Ленинского городского округа, получили награды. Реконструкция дороги Купеленка-Ермолина-Сопронова-Калиновка. Работы стартовали. Мы четко понимаем, что здесь будет двухполосная дорога, которая позволит в перспективе запускать автобусный маршрут. Профессиональная футбольная команда «Металлург-Видное» начала выступление в Кубке России. Первый поединок и первая победа. У нас было всего 5,5 недели. За это время надо было их привести в чувство, набрать форму. День строителей отмечают ежегодно каждое второе воскресенье августа. Строительная отрасль – одна из наиболее важных в экономике Ленинского городского округа. В здании администрации состоялось заседание штаба по строительству. Как отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, профессия строитель – это тяжелый и кропотливый труд, но результат их работы делает людей добрее и счастливее. Муниципалитет входит в тройку лидеров региона по количеству возводимого жилья. Только в первом полугодии было введено в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров. Стройка зданий, стройка дорог – это всегда созидание. Это то, что делает нашу жизнь лучше, комфортнее, удобнее для каждого жителя. В преддверии профессионального праздника глава округа, наиболее отличившимся представителям отрасли, вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Поздравил строителей с профессиональным праздником и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Наш Ленинский городской округ расширяется, строится, а значит профессия строителя, безусловно, почетная, актуальна. Мы вместе с вами прожили такой достаточно непростой период в жизни, надеюсь, что он ушел уже в прошлое. Я сейчас как раз говорю об истории с пандемией связанной, многие из вас знаю, очень много участвовали и помогали волонтерскому корпусу. В ходе встречи глава округа обозначил, что сегодня основная задача для работников строительной сферы – это сбалансированное развитие территории, возведение социальных объектов, школ, детских садов, больниц, развитие транспортной инфраструктуры. Узкое, разбитое, без тротуара и освещение. Местные жители давно ждали реконструкции дороги Купеленка, Ермолина, Сопронова, Калиновка. И вот, наконец, работы стартовали. С проверкой на объект приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Подробнее в нашем следующем сюжете. Начата работа над дорогой Купеленка, Ермолина, Сопронова, Калиновка. Сейчас рабочие расширяют дорожное полотно и укладывают бордюрный камень. Также здесь появится освещение. Реконструкцию этой дороги жители ждут уже давно. Никакого освещения, дорога узкая, разбитая, тротуар для пешеходов отсутствует. Между тем, ей активно пользуются не только жители деревень Сопронова и Калиновка, но и владельцы квартир в домах новых микрорайонов. Уже к концу этой осени их мечты станут реальностью. Проверить, как продвигается реконструкция, на объект приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Мы четко понимаем, что здесь будет двухполосная дорога, которая позволит в перспективе запускать автобусный маршрут. А вы сами понимаете, что автобусный маршрут – это только дорога, соответствующая всем стандартам. Но в любом случае, несмотря на то, что жители поставили этот вопрос, наша задача, чтобы в этом году здесь, что называется, все поехало. Глава муниципалитета осмотрел фронт работ, поговорил с представителями МОЗ «Автодора» и компаний-подрядчика и ответил на вопросы жителей, которые также присутствовали на встрече. Волнуют остановочные павильоны в дальнейшем, разработку маршрута до Калиновки. И это волнует как жителей Калиновки с той стороны и как жителей Нового района. Ну вот, мы с полежаевым этот вопрос уже обсудили. Я думаю, что это все в рабочем порядке будет. То есть, следующий этап. Да, следующий этап. Да, сначала мы поехали. Ждем дорогу, очень будем. В общем, все ждем ее. Я думаю, что они все это будут сами, своими силами и контролировать, в том числе и качество работ. А потом, я надеюсь, мы уже откроем все вместе, вместе с активными жителями эту дорогу. Это приблизительно, я думаю, что октябрь-ноябрь. Работы только стартовали, но, несмотря на это, новый бордюрный камень уже тянется на сотни метров. Дорога состоит из четырех участков, общей протяженностью четыре километра. Здесь планируется расширить проезжую часть, организовать освещение и тротуар для пешеходов. Полосы будут полноценные по три с половиной метра в одну сторону и в другую. Сейчас на объекте 15 человек, а в течение недели планируем нарастить до 40. А техники? Техники сейчас тоже у нас три погрузчика, соответственно, бордюрами, которые занимаются. Дальше у нас будут фрезеровальные машины и катки, и все остальное, полный комплекс. В самое ближайшее время эта же подрядная организация начнет работы по реконструкции круговых перекрестков в центре Видного на пересечении улиц Советская и Школьная, а также на круговой развязке улиц Советская, Березовая и проспект Ленинского комсомола. Там будут устроены дополнительные поворотные полосы, что позволит увеличить пропускную способность перекрестков в два раза. Работы по организации выезда из шестого микрорайона также будут закончены до конца года, заверил Алексей Спасский. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Виктория Никольский. Видное ТВ. Прошло очередное 12-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня стоял ряд вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности муниципалитета. Продолжит Екатерина Коваленко. С момента прошлого заседания неоднократно собирались рабочая и нормотворческая комиссии Совета депутатов. И в повестке дня множество насущных вопросов. Первый докладчик – начальник финансового управления Ленинского городского округа Лариса Калмогорова, которая рассказала об исполнении бюджета муниципалитета за прошлый год. Благаю утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области за 2019 год по доходам в сумме 8 миллиардов 295 миллионов 410,7 тысяч рублей, по расходам 8 миллиардов 26 миллионов 595,3 тысяч рублей. Большинством голосов депутаты приняли отчет. Прошу голосовать, кто за. Единодушны народные избранники по отчету о деятельности ревизионной комиссии муниципалитета. Взражения были лишь у Павла Грудинина, который, видимо, не нашел времени ознакомиться с документами. Забыв о выявленных контрольно-счетной палатой колоссальных выплатах экс-главе совхоза имени Ленина Елене Добренковой, этого депутата, тем не менее, очень интересовали зарплаты руководителей других поселений. Муниципальные образования, в том числе и Володарское, исполняли свои полномочия сами или передали все полномочия в Ленинский муниципальный район тогда. И если они передали, то почему такие огромные расходы на содержание администрации? Прокомментировала ситуацию председатель контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Елена Егорова. При экспертизе отчета об исполнении бюджета проверялось в том числе соблюдение нормативно-правовых актов, утвержденных решением представительных органов соответствующих поселений. Нарушений в исполнении этих нормативно-правовых актов, в том числе о выплатах лицам, занимающих муниципальные должности, нарушений установлено не было. И подобных вопросов не по существу была масса. Чтобы заседание окончательно не превратилось в цирковое представление, и игру одного не очень хорошего актера, председатель Совета депутатов Станислав Радченко, остудил пыл Павла Грудинина и напомнил ему о его прямых обязанностях. По поводу вашего эмоционального поведения, все-таки, ну, поспокойнее, Павел Николаевич, вы лучше появляйтесь на своем округе. У меня многочисленные обращения от жителей, что по вашему, что по округу 24, где вы вообще не появляетесь с момента избрания. Собственно говоря, эти округа у нас сегодня как-то дети без мамки. Мы их передаем друг другу, что называется, каждый депутат приезжает время от времени решать ваши, как депутатов, проблемы. Я вам напоминаю, что вот, и спасибо за поддержку финансового управления и Алексею Петровичу, мы все-таки выделили 3,5 миллиона на водопроводную сеть Дедылдина, которая постоянно у нас там, собственно говоря, жители Будаража, да. Напоминаю, что мы все-таки сделали на вашем округе, Павел Николаевич, можете себе в актив записать, значит, тротуар до границы зоны горки Ленинский. И, значит, в ближайшие 2-3 недели от город Ленинский тоже пойдет дорога и тротуар уже к нам на территории горки. Следующей важной темой стал вопрос о назначении проведения публичных слушаний по проекту устава Ленинского городского округа. Для принятия устава муниципального образования его проект выносится для обсуждения на публичные слушания, проводимое по инициативе главы муниципального образования. Для их проведения требуется заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-правового акта, А также другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителям муниципального образования. Сейчас проект будущего устава изучается депутатами. До 10 августа они могут внести свои правки и пожелания. А дальше дело за жителями. Мнение жителей по уставу, они должны будут быть направлены в комиссию по проведению публичных слушаний. И в соответствии с этим устав проект будет также опубликован в газете «Виденские вести». Установленные сроки мы пройдем, это порядка 30 дней. Если я не ошибаюсь, после этого будут организованы публичные слушания. И в дальнейшем устав уже будет вынесен в качестве вопроса на рассмотрение Совета депутатов. В заключении собрания народные избранники утвердили официальный день празднования Ленинского городского округа. Он назначен на вторую субботу сентября. Жители жилого комплекса «Май» жалуются на качество воды в своих домах. Говорят, давно не видели, чтобы из крана шла чистая вода. Она желтая и неприятно пахнет. В администрации Ленинского городского округа о проблеме знают. Более того, ее решение подходит к концу. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. Деревня Горки. На территории поселения расположено несколько крупных жилых комплексов. Водой их обеспечивают два водозаборных узла. Старый, 50-х годов, и недавно построенный возле жилого комплекса «Май». Обслуживанием обоих занимается Видновская ПТО ГХ. С проблемой ржавой воды местные жители столкнулись, когда на новом ВЗУ произошла авария. Ржавая вода. Запах просто невыносимый до тошноты. Ребенок у меня даже астму подхватил. Мы все покрывались прыщами. Такая вода текла из кранов жителей жилого комплекса «Ленинские горки». На время аварии их переключили на старый водозаборный узел. Новый справлялся только с домами в ЖК «Май». Ведь работать мог лишь на 20% мощности. Когда подключали вторую линию, я повторюсь, тогда нас предупредили, было объявление, что, пожалуйста, запаситесь водой. Некоторое время воды не будет. Но утром я уходила. Я видела, что для людей утром, это было с пятницы на субботу, привезли бочку с водой. Люди, кто хотел, брали. Авария произошла в результате отключения электричества и сбоя работы, некачественно установленного при строительстве в ВЗУ оборудования. Мы первое купили дизель, установили сюда. Второе дополнительный ввод установили. Это второе. Второй вопрос. Будем так говорить. Ведь когда подрядчик выходит на строительство, использует материалы можно разные. И сегодня рынок заполонен. Теми, будем так говорить, строительными расходными материалами, которые, ну, не совсем, может быть, хотелось бы нам устанавливать. Там, где сегодня, будем говорить, необходимо менять, мы это делаем. Для того, чтобы решить данную ситуацию, ПТО ГХА собственными силами протасило от той трансформаторной подстанции, к которой подключен вот этот жилой комплекс, отдельную линию. И теперь мы запитаны еще, получается, отсюда. И теперь, как вы говорите, когда здесь электроснабжение есть, то и на ВЗУ электроснабжение будет. Единственное, что на текущий момент еще пока не доделано, это автоматическое переключение между дополнительным вводом, потому что это не входило в объем проекта изначально, то есть, и существующим оборудованием. Дополнительное оборудование для этих работ закупается, и в течение нескольких недель сотрудники ПТО его установят. Ситуация находится под личным контролем председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Станислава Радченко. Сейчас проводится ремонтная работа. Сегодня мы как раз пригласили директора ПТО ГХА, и Александр Петрович нам сегодня уже пояснил, что к первому сентября у нас произведется ремонт, и в полном масштабе уже будут оказываться услуги по водоснабжению, и я буду держать это на контроле. Как видно, проблема решаемая. Жителям лишь необходимо набраться немного терпения. Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВиднетВ. Видновская районная клиническая больница начинает входить в обычный режим. На этой неделе в поликлинике возобновило свою работу отделение спортивной медицины. Как проходит прием, узнала наша съемочная группа. В начале этой недели в детской поликлинике возобновил свою работу кабинет спортивной медицины. Ежегодно к его врачам обращаются более 13 тысяч раз, а на учете стоит около 7 тысяч спортсменов. Сюда на осмотр приходит каждый, кто хочет записаться в секцию, участвовать в соревнованиях или пройти нормативы комплекса ГТО. Входит в осмотр, значит, измерение роста, веса, делаем ЭКГ. Пять специалистов смотрят детей. Это офтальмолог, лор, невролог, травматолог, кардиолог. Кабинет работает с 8 утра до 7 вечера. Все это время здесь дежурят медсестры. Они оформляют карты, измеряют рост и вес спортсменов, делают кардиограмму и направляют к врачам. Большому наплыву посетителей они не удивляются. Если у нас очень много народу, у нас есть сезонные посещения, допустим, перед первым сентября у нас много в сентябре, поэтому стараемся принять всех. В первый день работы в кабинет спортивной медицины обратилось более 50 человек. Сейчас работники поликлиники внимательно следят за очередями и просят соблюдать масочный режим, ведь учреждение только начинает входить в обычный режим. Соблюдается масочный режим, потом разделение потоков, которые, в принципе, дети, взрослые отдельно. Ну и, естественно, сейчас начинаем заниматься профилактической работой. В августе многим спортсменам предстоит снова обратиться в отделение спортивной медицины, однако дискомфорта от этой мысли они не испытывают. Там нет такого, чтобы прямо сидели и все молчали. То есть что-то спрашивают, как-то пытаются разведить обстановку. Обновленный график работы врачей отделения на следующую неделю будет размещен на официальном сайте Видновской районной клинической больницы. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Одновременно в нескольких городах стартовал Кубок России по футболу. На стадионе «Металлург» в его рамках прошел матч между командами «Металлург Видное» и «Квант» из Обнинска. Первый поединок и первая победа наших земляков. Профессиональный футбольный клуб «Металлург Видное» и его игроки в красной форме появился всего пять месяцев назад. Нынешний Кубок России для него первое серьезное испытание. А вот его соперник, Обнинский Квант, уже имеет опыт подобных сражений. Тем не менее, новички выиграли этот матч со счетом 1-0. Позже тренер Видновчан признался, что победа далась нелегко. У нас было всего там пять с половиной недели. За это время надо было их привести в чувство, набрать форму, не допустить получения травмы, наиграть, пытались успокоить, чтобы не терялась игра, чтобы эмоции не захлестывали. Но не получилось, я считаю. Сейчас хорошо, что выиграли, но на первом плане у нас будет качество игры. Автором единственного и победного мяча в первой игре в истории клуба «Металлург Видное» стал Павел Барбашов. На последней добавленной минуте первого тайма гости допустили грубую ошибку в своей штрафной и Павел успешно реализовал пенальти. Мы коллективно решили с некоторыми игроками, что я пробью пенальти. Слиже на победу, пенальти там заработали, я пробил, мне доверили, забил, все отлично, 1-0. Судя по всему, главный тренер «Кванта» Олег Морозов не совсем ожидал победы новичков. Впрочем, он уверен, что для того, чтобы и в дальнейшем показывать результативную игру, обеим командам нужно хорошо постараться. Я думал, мы будем по-лучшему готовы. То ли давно не играли, то ли все начало, все наволнительно. Пока-пока совсем не то, что я надеюсь, мы можем и хотим видеть от них. Судя по опыту предыдущих наших двухсезонных выступлений, я думаю, и вашей команде, и нашей надо очень сильно прибавить, если мы хотим быть конкурентоспособными в этом уровне. Стоит отметить, что в нынешнем составе команды «Металлург Видна» играют спортсмены со всей страны. Но планы привлекать молодых видновских футболистов не только существуют, но и в скором времени начнут воплощаться в жизнь. Мы абсолютно на это нацелены. Мы пришли здесь, чтобы выстроить вертикаль от детской школы до профессиональной команды и как можно больше задействовать местных победников. Но на это нужно время. Итак, «Металлург Видная» проходит в следующий этап Кубка России по футболу. Там он встретится с командой «Салют» из Белгорода. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.